итак приветствую всех заглянувших сегодня формат по которому многие скучали которые многие ждали сегодня будут делиться своим интересным жизненным опытом расскажу о том что изменилось моем мировоззрении и возможно кто-то из вас захочет взять на заметку так сказать как недавно в комментариях мне одна подписчица написала шутку у меня есть много советов как правильно жить кому-нибудь надо а то я сама не пользуюсь вот примерно видео такого формата нет но если честно расскажу о каких-то переменах ну не каких-то а я нашла три три таких важных штуки которые меня сейчас очень беспокоят занимают мой мозг занимает мой ум я об этом очень много думаю ищу как это применить в своей жизни это уже постепенно входит в мою жизнь и вот такие три новых вещи для меня которыми я раньше не пользовалась а теперь пользуюсь вот этим сегодня поделюсь с вами итак начнем поехали вообще любой среднестатистический человек в течение своей жизни вынужден пересматривать свои жизненные позиции вот ты 10 лет думал так а теперь ты думаешь по-другому и думаешь боже мой какой я был глупый какая была глупая что я так думала да теперь мне совершенно иные взгляды поэтому мне кажется это нормально пересматривать свою жизненную позицию и менять свое мнение относительно чего-либо и признавать свои ошибки что в чем-то ты ошибался раньше а теперь ты думаешь совершенно иначе и живешь по другим принципам вот первая вещь которая меня занимала занимала мой мозг и мой мозг прям действительно пытался понять как это работает это так называемое правило паретто звучит оно так 20 процентов усилий дают 80 процентов результата оставшиеся 80 процентов усилий дают лишь 20 процентов результат ну так приколенько звучит для всех людей которые мучаются вопросом почему жизнь так несправедлива почему я выкладываюсь там на работе или в отношениях или в учебе и вообще по жизни выкладываюсь но мой результат не соответствует вложенным усилиям каждого человека как и меня наверное это беспокоит почему так действительно какая жестокая несправедливость так первая задача которая стояла передо мной это понять как это работает что это за мечта идиоты такая делай мало получаем много вкладываю 20 процентов усилий получая 80 процентов результат вообще что такое как это может работать требовалось какое-то мне логическое обоснование и какие-то примеры жизни ну чисто практически и первое что мне пришло в голову что да конечно это правило работает например я представила доставку мебели да вам доставляют мебель стол в разобранном виде если есть у вас шуруповерт вы собираете быстро очень легко быстро непринужденно и минут за 15 если у вас нет шуруповерта вы крутите отверткой соответственно вы собираете там его минут 45 тужась надавливая вот это вот нарабатывая мозоли на руках это сложно а что результат вы получаете больше нет получаете вы получаете такой же собранный стол просто большими усилиями вот как в чисто в бытовом плане работает вот это вот прикольное правило на соответственно и в жизни видимо это работает также ключевое слово наверное тут которая дает нам ответ на вопрос как это работает это эффективность то есть по всей видимости не так важно сколько ты вкладываешь усилий а насколько эффективны твои усилия вот вот в чем вопрос другое дело как это перенести на свою жизнь есть конечно два типа таких поведения когда человек понимает что его усилия не окупаются он выбирает две стратегии первая стратегия это нарастить усилия то есть человек думает если я наращу свои усилия я получу больше результат достаточно популярное мнение в обществе делай больше больше работой все требует труда отношения требуют труда работой работой в отношениях работой дома работой на работе больше работой и наращивай наращивай усилия и тогда ты получишь больший результат это не всех убеждает как вы знаете есть такая прикольная пословица что больше всех колхозе работала лошадь но председателем она так не стала и вторая популярная позиция что Но если вот человек не чувствует, что его усилия окупаются, он выбирает такой путь минимизации своих усилий, то есть пытается придумать, как мне сократить усилия, если всё равно всё не слишком хорошо у меня, я сокращу усилия, пусть уровень жизни останется тот же, но хотя бы я не буду так напрягаться. Я не буду жить лучше, но хотя бы я не буду так напрягаться. Вот это была моя стратегия, то есть я выбрал такой путь. Первоначально, не сейчас, а первоначально, я выбрала такой путь, что меньше напрягаться. Да, я не буду жить лучше, но я хотя бы не буду столько там вкалывать в отношениях или столько вкалывать на работе. В конце концов, у меня будет больше покоя, больше свободного времени для размышлений. Я выбрала такую стратегию. Я думаю, что некоторые тоже такой стратегии в жизни придерживаются, не только я одна такая. То есть, ладно, пусть всё останется так же, я лучше придумаю, как вот меньше усилий тратить. Лучше жить не стану, но и хуже жить не стану, но зато вот появится время свободное, какая-то лёгкость бытия и так далее. Поэтому я закончила свои первые отношения с мужем, потому что поливаю, что усилия моё не оправдываются, зачем вкладывать. Куда эта дорога ведёт? Никуда. Просто время друг другу тратим. Ну и придумала какую-то себе такую занятость, чтобы у меня было достаточно свободного времени. Естественно, уровень моей жизни не стал выше, но у меня появилось какое-то время на раздумье, время на себя и так далее. Почему я не пошла по пути наращивания, наращивания, так сказать, усилий? Потому что я не совсем понимала, в каком направлении мне их наращивать. Когда ты не понимаешь, у тебя нет чёткого плана, чёткой цели, как ты будешь действовать, чтобы улучшить свою жизнь, то вот это вот просто создание, нагнетание вот этой вот какой-то суеты, да, вот этого стремления, как будто бы ты вот что-то там засуетилась, стала больше вкладываться, оно бесполезное, да. Эти усилия будут прогорать, если у тебя нет чёткого плана, по которому ты, согласно которому ты хочешь улучшить свою жизнь, там, улучшить свои отношения или улучшить свои материальные условия жизни, да, бытовые и так далее. Если у тебя нет чёткого плана, как ты добьёшься, наверное, сначала нужно взять какой-то действительно такой тайм-аут, чтобы у тебя было создать этот план, а потом уже расплёскивать свои усилия. Вот. Это была моя первая такая концепция. Но всё-таки я не оставляла вот эту идею нащупать, как же вот так работает это правило. Как применить правило 20 на 80 к своей жизни, чтобы, по всей видимости, повысить эффективность своих действий. Не так важно, сколько ты делаешь, как важно, насколько эффективно. Это касается и сферы отношений, и какой-то там личной самореализации работы и так далее. Я думаю, все с этим согласятся, да. Например, вы можете приходить на улицу Пушкинская, 30, и усердно звать Вася, 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 выходи, но Вася никогда не выйдет, потому что он живёт в доме 13, а не 30. Поэтому ты можешь сколько угодно орать, Вася не выйдет. Твои усилия неэффективны. И вот, конечно, я думала, как вот я начала уже нащупывать вот этот вот момент, накладывая это правило на свою жизнь, смотреть, где я неэффективна, где я неэффективна и где я могу свою эффективность повысить, чтобы действительно прилагать меньше усилий, но более эффективных. Вот такой интересный ребус, над которым, я думаю, каждому захочется поразмышлять. Итак, вторая интересная мысль, которая посетила меня. Эта мысль связана с темой наслаждения, темой отдыха, темой получения удовольствия от жизни. Не только себя я стала ловить на этой мысли, но и других стала вот слышать жалобы на то, что нету какой-то вот в жизни радости. Почему её нету, да? Ты к чему-то стремишься, и каждая новая твоя цель, даже если ты её достигаешь, не приносит тебе какой-то, ну, радости, наслаждения. И даже вот когда вроде бы всё хорошо, в это иногда ощущение, что вот нету вот этого полноценного ощущения наслаждения жизни. И тут я поняла такую интересную вещь для себя, что для того, чтобы там отдыхать или наслаждаться жизнью, тоже оказываются нужны силы. А у многих из нас их просто нет, этих жизненных сил. Звучит банально, типа, в смысле, да? Чтобы отдыхать, нужны силы? Ты ничего не перепутала? Ты что, замалела? Отдых – это само по себе восстановление сил. Или там, чтобы наслаждаться жизнью, нужны силы. Да, чёрт возьми, нужны. Да, любая там встреча с подругой – это некое усилие. Если ты в нересурсном состоянии, если жизнь из тебя все соки повыжимала, тебе даже с подругой в пабло куда-то сходить, выйти, потому что ты думаешь, ой, сейчас краситься, собираться, что-то там, потом когда-то поедем, потом мы будем там что-то делать. Всё это не радует, хотя сам по себе факт того, что вы встретитесь, это как бы хорошо, когда ты проигрываешь вот этот весь сценарий, ты вдруг обнаруживаешь в себе отсутствие вот этих жизненных сил. Или ты думаешь об отпуске, как классно куда-нибудь слетать, отдохнуть, но вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что это надо хлопотать, это бронировать отели, бронировать билеты, планировать маршрут поездки, собирать чемодан, там, сбегать за новым купальником, потом в день вылета ехать в аэропорт, стоять там в очереди, проходить регистрацию, потом ещё длительный перелёт. И ты понимаешь, боже, даже для того, чтобы слетать в отпуск и отдохнуть, есть нужные силы для того, чтобы наслаждаться жизнью, оказывается, чёрт возьми, нужные силы, вот в чём фишка-то. Ребята, то, что не получается, даже при каких-то достаточно лояльных обстоятельствах жизни, наслаждаться жизнью. То есть вроде хорошо, как в песне, как-то хорошо-нехорошо, да? Как-то хорошо-нехорошо, как в песенке у Харламова. Да, и я поймала себя на том, что среднестатистический человек, как и я в том числе, мы очень энергетически высосаны. И мы реально не можем получить удовольствие от жизни, потому что для удовольствия тоже нужны силы. Тогда возник вопрос, а где же нарабатывать вот этот вот энергетический потенциал, где брать эти силы, если в основном жизнь не даёт, а только отнимает? Ответ оказался не таким уж простым, потому что я поняла, что в это бессилие нас загоняет образ нашей жизни. Очень часто приходится идти на какие-то компромиссы с самим собой в этой жизни. Эти компромиссы не всегда легко даются, не всегда они имеют какую-то очевидную выгоду. Смотришь на жизнь с точки зрения рациональности, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты вообще всё, что вокруг тебя окружает, всё, что тебя вокруг окружает, это не то, что даёт тебе силы, это то, что силы у тебя отнимает. Соответственно, мы создаём среду, в которой у нас сил для жизни, для того, чтобы жить ярко, наслаждаться, чтобы нам было хорошо, у нас её нет в этой среде, мы просто не можем из своей среды черпать эти силы. Конечно, мой мозг занялся поиском каких-то примеров людей с высоким уровнем энергии, не показной вот этой вот типа бравады, когда человек там где-то напоказ демонстрирует одну жизнь, в реальности другая, а вот действительно людей увлечённых, очень энергичных, кайфующих от жизни, как они простраивают свои взаимоотношения с этой жизнью. В своих рядах я нашла только одного такого человека, мы с ним знакомы с 2012 года, и его жизнь со стороны для меня всегда казалась нерациональной. Так хотелось сказать, зачем тебе всё это, зачем ты хватаешься за то или за это, я искренне не понимала, зачем ему всё это нужно. Жизнь так устроена, что как бы ты ни жил, тебе всё равно придётся что-то делать, в любом случае что-то делать тебе придётся. И когда ты это осознаёшь, то, наверное, лучше делать то, что тебе нравится делать сейчас. Ведь всё равно придётся делать, всё равно придётся где-то впахивать. Так может быть впахивать, рискуя, опрометчиво, ведя себя, но на те цели работать, которые тебя зажигают. А мы очень часто следуем какой-то рациональности, мы немножко рационально опасливы, где-то немножко боязливы, и вот эта рациональность, она нам закрывает доступ к энергии. То есть все вещи, которые мы делаем в своей жизни, энергии нам не дают. И глядя на вот этого человека, как он там прометчиво расплёскивает свой ресурс по жизни, я вдруг поняла, что ему это даёт. Он работает в строительном бизнесе, он его когда-то и создал совершенно с нуля. И как-то он привёл меня показать, вот как он сейчас живёт, как он устроился. Он совершенно с каким-то огромным вдохновением рассказывал, что вот он тут сделал, что где его проект, где ему помогли. И я этого уже всё не слышала, я подхожу к окну и вижу совершенно невероятный вид. Честно говоря, я думала, что в нашем городе, в нашей провинции такого вида из окна просто не существует. И тут в какой-то момент я поняла, что в жизни важны любые мелочи, даже вид из окна. Я поняла, откуда у этого человека энергия для жизни. Когда ты видишь такое из окна, ты понимаешь вообще, для чего ты живёшь. Само пространство тебя насыщает. Да, там это было временно, да, он покупает эти квартиры, ремонтирует, потом он их спустя какое-то время там продаёт, ну, покупает ещё на этапе застройки, продаёт по выгодной цене. Да, это всё временно, и это не навсегда. И казалось бы, зачем так стараться? Ведь ты же всё равно продашь. Зачем? Да вот, ну, поживёшь ты там 2-3 года, и ты её продашь к херам. Зачем ты так вкладываешь? Потому что он горит этими идеями, да? Сейчас ему это нравится, и он этим горит. Или у вас такая идея возникла, я не знаю, дома у себя устроить цветник, везде, в плошках, в каких-то подвесных чашах, усадить, усаживать всё цветами, и растить, растить всё, и говорят, боже, это земля в доме, земля в доме, это нехорошо, там образуется плесень, ты будешь дышать плесенью, это всё плохо, да и сколько времени нужно, чтобы за ними ухаживать, да? И ты сама думаешь, да, да, зачем мне это, зачем мне это? А с другой стороны, если воплотить эту идею, в какой-то момент ты будешь жить действительно в цветнике, где у тебя над головой свисают какие-то плетуны, цветуны какие-то везде, и ты вот такая вот садовница в своей маленькой квартире, такая безумная, но зато вот такая вот в своей, в своём таком красивом маленьком мирке. К чему это всё я рассказываю? Наверное, к тому, что не нужно быть слишком уж таким рациональным и расчётливым в своей жизни. Нас учили, конечно же, быть более и более каким-то расчётным и рациональным, но вот эта расчётливость, она как будто бы обрывает твой полёт. Да, ты заземлился, да, ты нашёл свою точку стабильности, но ты уже не способен парить. Тебе вся вот эта жизнь, вся эта реальность, которую ты создал, тебе невкусная, и она тебя энергетически энергетически не питает. Скорее всего, нужно утешить себя тем, что каждая новая ступень, каждый раз, когда ты делаешь, что тебе нравится, тебе вернёт это в виде энергии, а новая энергия даст тебе возможность воплотить какую-то новую идею. Ну вот, не знаю, как объяснить это по-другому. Не знаю, как объяснить это по-другому. Это, знаете, как какой-то экономный человек, который сидит на гречке, и у него нет сил, потому что он сидит на гречке. У него нет сил пойти и заработать на что-то большее. Но если бы он ел вкуснее, у него бы появилась сила, энергия, и если бы он был к жизни, он бы пошёл, заработал себе не только на гречку. То есть, видите, вот такие вот взаимосвязанные события в жизни так же, да? Ты боишься чем-то рискнуть, ты боишься что-то не потянуть, тебе кажется, что какие-то усилия это неоправданно, это всё нерационально, но если ты это сделаешь, во-первых, ты получишь то, что ты хотел, а во-вторых, тебе вернётся энергия, новая энергия, которую ты можешь потратить на свои новые начинания. Вот так вот. И вместе с этим, наверное, пойдёт вот эта вот способность наслаждаться жизнью, и вот эта энергия, которая нужна нам для того, чтобы наслаждаться этой жизнью, потому что без энергии получается, что наслаждаться жизнью нельзя. Да? Для многих людей, обычных, увязших бытовухи, отдых это, не знаю, там, бухло, либо лежание на диване, либо какое-то, это что-то похожее на истерический нервный срыв, или когда-то, вот там, не знаю, идут какие-то тусить в места какие-то злачные, да? То есть, это отдых, но это же не отдых по-настоящему, это истероидный срыв, а настоящий отдых требует усилий, как я уже сказала, сил, энергии, которой у нас нет, нет сил, чтобы наслаждаться жизнью. Вот такая вот интересная мысль, напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Третья интересная мысля, которая меня беспокоила, это тема, связанная с людьми, с нашим окружением, и вообще, ну, просто с людьми, просто с людьми. У нас вот у многих есть такой какой-то внутренний скрытый конфликт с обществом, вроде бы мы в нём живём, общество, мы часть общества, но у нас какой-то скрытый конфликт, мы как будто бы не любим людей, хотя, казалось бы, что они нам сделали? Даже если нас никто не трогает, конкретно нас, да, в какой-то жизненной ситуации, никто там к тебе не лезет, у тебя всё равно есть какая-то скрытая агрессия к миру людей. Непонимание, непринятие этого мира людей. Если ты вообще живёшь в каких-то открытых конфликтах, это вообще катастрофа, потому что это забирает твою энергию, ничего тебе взамен не даёт, но даже если у тебя нет открытых конфликтов с людьми, просто есть непринятие общества, это всё равно как-то немножко тебя гасит внутренне, да, невозможно в полной мере жить и наслаждаться жизнью, если ты, по сути дела, ненавидишь то место, где ты живёшь, или ненавидишь тех людей, которые живут в этом месте. Как решить эту проблему? Ну, если говорить объективно, то причины ненавидеть есть. Иногда просто поражаешься какой-то зашоренности, какой-то тупости, какой-то злобе, как-то неоправданной со стороны людей, совершенно посторонних, которые толком не знают тебя, особенно я, как блогер, это очень часто ощущаю и думаешь, боже мой, что такое? Действительно, у меня есть повод не любить людей. С другой стороны, не нужно делать чужую проблему своей проблемой. Ведь любой негатив, который идёт со стороны общества, просто в пространстве или просто конкретно в ваш адрес, это личная какая-то неудовлетворённость человека. Человек, у которого всё хорошо, вряд ли там будет заниматься блужданием по интернету, оскорблениями, перемыванием кост, очень другим людям, счастливым людям, но не тоже счастливым, счастье пафосно звучит, просто каким-то гармоничным людям более-менее, более-менее, которым есть чем заняться, и нет смысла вот это вот распылять яды свои. У них и ядов-то нету, да, откуда. Соответственно, весь негатив идёт от личной неудовлетворённости человека, какого-то конкретного человека, с которым вы в конфликте, просто неудовлетворённости общества в целом. Когда вы погружаетесь в это, когда вы думаете об этом, вы становитесь частью этого, вы тоже становитесь одним из этих неудовлетворённых членов общества, которому как будто бы что-то надо от других, в частности, там от вас, да, от совершенно постороннего человека, чтобы кто-то там соответствовал каким-то там правилам жизни, так правильно жить, так неправильно, чтобы кто-то там, я не знаю, развёлся или женился, родил или не родил, пошёл на работу или уволился с работы. То есть такое впечатление, особенно, когда я читаю комментарии на YouTube, у меня такое ощущение, не только под своими видео, но и под чужими, что какие-то посторонние люди здесь тебя что-то требуют, как будто бы ты должен соответствовать каким-то их критериям и их понятиям о жизни, либо как будто бы они за тебя переживают, хотя на самом деле не переживают. Понятно, что для любого человека в первую очередь важна его жизнь, а не какой-то там непонятной теоретей из интернета. Поэтому, когда вы подключаетесь к этому процессу, чисто на энергетическом плане, вы очень сильно теряете энергию. Я это чувствовала, что, вдаваясь вот эти подробности, у кого там что, реагируя на какой-то негатив, я подключилась к вот этому порталу, который сосёт энергию из меня. Я пришла к такому достаточно радикальному выводу, что если вы хотите сохранить себя, то нужно проявлять достаточно значительную долю цинизма, то есть весь этот негатив от себя вот так вот просто отпрыкивать, не пытаясь объясниться, не пытаясь понять этих людей, посочувствовать им, наверное, ей тоже плохо пришлось, что вот она так говорит, не делайте чужую проблему своей проблемой. Это звучит цинично, это звучит как будто бы я призываю к равнодушию, но это не так. Если бы каждый в действительности занимался своей жизнью, проблем было бы гораздо меньше. Проблема возникает именно потому, что есть какая-то тяга лезть в чужие жизни, но нет тяги заниматься своей собственной жизнью. Если ты сам с собой сладил, со своей жизнью сладил, то уже тебе, как говорится, медаль на грудь, ты хотя бы не будешь отравлять своим негативом жизнь другим людям, не будешь лезть к ним в их жизнь со своими какими-то гадкими намерениями, мнениями, словами. То есть хотя бы займись собой, это уже очень достойное дело, заняться собой, чтобы не травить жизнь другим людям, не срать им в душу и так далее. уже великое дело. Первое, как я сказала, отключиться от этого потока, отпинывать, пинать от себя подальше этих людей и, конечно, концентрироваться на том, что тебе дает энергию, на тех людях, с которыми тебе, наоборот, приятно, от которых ты берешь хорошее. Вот я даже дошла до того, что я стала нажимать кнопочку «Не рекомендовать мне это видео», «Не рекомендовать». Если мне в рекомендациях появляются на YouTube какие-то видео, которые мне не нравятся, я нажимаю «Не рекомендовать мне этот контент». Там вот есть такие три точки, можно выбрать «Не рекомендовать», «Не показывать», потому что почему это врывается в мою жизнь без разрешения, мне это не нравится, я это не хочу. А на то, что нравится, я наоборот, там, знаете, подписалась, поставила все колокольчики и даже как-то жить легче стало, потому что действительно с утра ты открываешь и у тебя там лента обновлений такая, как тебе надо. Вот там видео о мозге, вот медицинский блок, вот какие-то развлекательные контент, который тебя насыщает, который тебе нравится. Из жизни я достаточно давно брала людей, которые из меня скорее тянут энергию, чем дают. И это постепенно приводит тебя к какому-то оздоровлению. ты перестаешь быть вот этой жертвой всеобщей неудовлетворенности. Это никоим образом не обвинение в сторону людей и общества, потому что каждый из нас в какой-то мере жертва своей неудовлетворенности. Разница лишь в том, ты выплескиваешь с агрессией эту свою неудовлетворенность на других людей, либо ты в ней сам варишься, потому что это неизбежно. У меня тоже на данном этапе жизни есть какие-то житейские неудовлетворенности, есть вещи, которые идут не так, как я хочу, но я не выплескиваю это с агрессией на других людей, я пытаюсь это проработать. Вот как-то так. Так, пишите, что вы думаете, делитесь своим мнением, вот такие вот три интересные внутренние проработки, которые я над собой совершила. Буду ждать результата, буду смотреть, как это будет в дальнейшем влиять на мою жизнь, и вы следите за моей жизнью, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok